От пациентки. 2020 год, апрель, вирусная пневмония, 25% поражения по КТ, ковид отрицательный, конец мая ковид положительный, сейчас диагноз абструктивный хронический бронхит в стадии ремиссии, в детстве бронхиальная астма. Сейчас беспокоит слабость, сонливость. Пульмонолог не согласился с описанием КТ, сама же снимки смотреть не стала. Писать наше заключение не буду, хочу услышать ваше мнение и получить описание с цифрами. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 54 лет. Дата исследования, 30 апреля 2021 года. Область исследования, органы грудной клетки, при мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органы в грудной клетке, легкие расправлены. В легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Пневмотизация легочной ткани неравномерно повышена, на отдельных участках, до минус 968-987 Хаунсфилда, за счет явлений циентилобулярной и панлобулярной эмфиземы. В обоих легких, преимущественно паракостально, сформированы немногочисленные фиброзные тяжи, участки локального пневмофиброза, в базальных отделах легких, тенденция к формированию тракций ионных бронхоэктазов. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы увеличены единичные паратрахеальные лимфоузлы размером до 11 на 8 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Выражены дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Сердце не расширено. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные и лимфатические узлы не увеличены. Заключения, в легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. КТ-картина, эмфиземы легких, участков локального пневмофиброза, минимально выраженные тракционные бронхоэктазы в базальных сегментах легких. Увеличение единичных лимфоузлов средостения. Рекомендована консультация пульмонолога. 6 мая 2021 года доцент кафедры КМН КОТ-ФМ. Комментарий врача-рентгенолога. Сейчас в легких пневмонической инфильтрации у вас нет, пневмония разрешилась. Каких-либо опухолей в зоне сканирования достоверно не определяется. Есть остаточные явления, в виде участков фиброза консолидации легочной ткани, часть этих изменений уйдет со временем, часть останется. Есть у вас признаки эмфиземы легких и некоторого расширения бронхов в нижних отделах легких. Это то, что называют хронической обструктивной болезнью легких хопл. Это жизни не угрожает, но может давать слабость, чувство нехватки воздуха при нагрузке волнения. Вам нужно к пульмонологу обратиться с этим. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!